Джессика Клейборн развешивала белье во дворе своего дома, когда ее внимание привлекли какие-то звуки, похожие на плач животного. Так как жилище находилось недалеко от болотистой местности, было очень странно осознавать, что какое-то живое существо могло там оказаться. И все-таки Джессика решила пойти туда и не ошиблась. На грязной болотистой земле среди высокой травы лежал щенок. Малыш, которого теперь зовут Нэш, оказался на крохотном островке сухой земли. Его не только бросили, но и крепко привязали к дереву. Тоненькую шейку опутывала грубая веревка, завязанная в несколько слоев. Испуганный и голодный малыш просил о помощи. Женщине пришлось пробираться через вязкую грязь. Но она все же добралась до малютки и перерезала веревку перочинным ножиком. Принеся кроху домой, она искупала его и вытащила множество клещей из его ушек. Вскоре она связалась с Организацией по спасению животных, и волонтеры забрали малыша в больницу Кэрферст Хоспитал. Ему промыли рану и дали антибиотики, чтобы не допустить заражения. Ветеринары также обнаружили на теле крохи и на хвостике химические ожоги. Это значило, что над беззащитным щенком жестоко издевались прежде, чем бросить на произвол судьбы. Выяснилось и то, что щенок был гдухим. Впрочем, малышу очень повезло, что его нашла добрая женщина, и что он не стал обедом для какого-то хищного зверя. Сейчас он идет на поправку, и ему уже нашли временный дом. Крохотный Нэш оказался игривым и веселым мальчишкой. Он не устает вилять хвостиком и очень любит находиться рядом с людьми. Мы очень надеемся, что вскоре малыш выздоровеет, и его заберут в свой дом заботливые хозяева. Но о преступниках, которые бросили беззащитное существо у болота, обязательно ждет наказание. Вот и вся история. Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения.